здравствуйте ребята начинаем нашу трансляцию посвященную саморазвитию духовному поиску духовному росту самомотивации и так далее я не знаю чем сегодня будет наш вебинар надеюсь он пройдет интересным посвятить его хочу по традиции нашим нашим ответом на вопросы которые вы задали мне под сегодняшним постом который опубликовал в фейсбук в своей группе дуэка кайлас и рта я прямо сейчас я открою эти вопросы вот так чтобы видеть сразу же трансляцию и начнем лала куда-то делать вот нашел и так и так первый вопрос татьяна не мерченко здрасте андрей андреевич расскажите пожалуйста об обряде убирания зла кому особенно полезно будет в нем участвовать что такое зло вот смотрите как у человека устроена его жизнь когда человек допустим живет и у него появляется ощущение не может успокоиться срывается на ребенка не может все время на кого-то злиться там женщина живет все у нее хорошо муж любит дети хорошие на ребенка срывается нам уже срывается не может понять чего хочет жизни или там живете живете потом непреодолимо хочется вам то выпить то загулять то там кому-то на кого-то злиться начинаете беспокойство возникает тревожные состояния возникают переживания и так далее не везет тотально дома что-то возгорается все время режете себе то палец то ударяетесь пальцем попадаете в неприятности это все называется одним словом зло вот это зло это тот обряд который я буду проводить вот грубо в комплексе все вот эти проявления зла я постараюсь во время этого обряда убрать использовать я буду методы которые связаны с преподношением то есть будет установлен алтарь преподношения и призывы духов и после этого просьба их умилостливиться и так далее все в общем то неоднократно я проводил уже все работает хорошо сергей гончар здрасте андрей андреевич почему когда нахожу работу не хотят оплачивать в конце месяца когда человек начинает работать с другим человеком он должен знать что в случае если он с этим человеком родница становится к нему близким и добрым становится или очень хорошие у него отношения с этим человеком то есть такой вариант что этот человек не захочет с ним рассчитываться потому что друг может подождать к другу можно относиться несерьезно и так далее второе когда вы работаете с другим человеком будьте максимально серьезными то есть когда вы максимально серьезны то не извиняйтесь то есть вот смотрите вы совершили ошибку не извиняйтесь вы как-то не так себя ведете не извиняйтесь то есть делайте так чтобы не было не были вы смешны в глазах другого человека также обычно рассчитываться хотят с тем человеком у кого есть заслуженный авторитет именно поэтому ставки преподношение или ставки позиционирования своего авторитета как специалиста в этой области превыше всего я сделал я смог мы бы этого не смогли вот со мной видите как получается ну вот я же говорил то есть старайтесь быть авторитетным в этой области и тогда с вами будут сто процентов рассчитываться наталья руд как правильно дать обед учителю для выздоровления если нет плохих привычек и от мяса не откажешься по медпоказателям второй вопрос не даю таких рекомендаций никаких никакого обета не знаю чем вы говорите второй вопрос детьми собираемся переезжать в литву муж пока едет туда работать один все будет хорошо до хороший вопрос особенно важно что четверг привычек нет а заболеваний несколько заболеваний в четверг отпустить нельзя к сожалению такого обряда провести с отпусканием заболеваний в четверг но такого не бывает а вот привычку можно в четверг отпустить они гилашвили хочу открыть косметическую лавку какой обряд или код почитать посоветуйте пожалуйста я уже говорил и хочу еще рассказать когда человек открывает что-либо и собирается проводить какой-либо бизнес он должен произнести многократно слово нравится то есть вот вы собираетесь открыть косметический отдел вы подходите и начинаете говорить нравится полочка нравится это нравится как обито нравится как лежит коробочка нравится как там тумбочка нравится еще что-то вот и ходите вокруг вашей косметической лавки и произносите нравится это нравится этом если вам нужно дорогу протоптать допустим к этому месту возле которого или в котором вы будете торговать то вы должны делать так допустим возле входа в ваш торговый центр или в этот магазин идет поток людей или идут люди вы становитесь в этом месте говорите нравится плитка вот здесь нравится там чашечка здесь нравится как отсюда во вид вот туда нравится вот здесь и медленно идете к своему месту там где вы торгуете когда подошли к месту накручиваете то есть начинаете ходить против часовой стрелки просто против часовой стрелки мы притягиваем по часовой стрелке мы отталкиваем таким образом кружитесь против часовой стрелки или ходите по кругу против часовой стрелки вокруг своего своей витрины и произносите слова нравится бутылочка нравится как стоит нравится что на в середине нравится то есть фактически вы ставите микро вот такие программы того чтобы человек пришел и ему это понравилось второй вариант мне не нравится то есть я же люди которые могут покупать из-за того что им не нравится то есть вторая программа точно также работает человек заходит торговый центр и нужно произносить мне не нравится это мне не нравится это мне не нравится это точно так же идете к своему к своему прилавку и после чего подходите к нему смотрите на эти баночки и произносите пока шли произносите мне не нравится мне не нравится и витрина не нравится и продавец не нравится как лежит не нравится после этого мне жалко денег покупать это 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 оканчивается все словом все равно куплю таким образом вы одновременно или 1 момента 1 момент на ставите программу на тех людей которые хотят купить и заплатить получив от этого радость и второе ставите программы для тех людей которые хотят прийти и получить страдания от того что они купили ну ответил да ольга руда я не устаю говорить большое спасибо за марафон 6 и за вашу работу с группа уверена скоро доходы увеличится хочу вам сказать большое спасибо за ваш ответ на марафоне что я пройду границу заблокированным выездом и улечу на отдых после этого взяла тур и беспрепятственно вылетела на море выполнила практики первой ступени по проходу границы спасибо большое пожалуйста елена елена имеет ли какой-то эзотерический смысл закапывания денежных монет в горшок с цветами недавно в горшке где нет никогда рос но увял цветок нашли две монеты по 2 евро не могу вспомнить подарили на ли были этот цветок или уже куплен но и хочется знать это просто ура клад нашли или стоит задуматься зачем и кто это сделал и что лучше сделать с этими деньгами я вам песню спою несите ваши денежки иначе быть беде не горы не равнины и не лес не океан из моря и песков то есть помните этот фильм знаменитый который называется приключения буратины а поле 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 чудес поле чудес стране дураков рэкс пэкс фэкс и почему я спел эту песню что делали код базилио с лисой алисы они что сказали сделать буратино они сказали закопать эти деньги скажите вы когда-нибудь слышали такие слова которые звучат так так закопали фундамент миллионы долларов или ну а как дела дела глина так вот я хочу вам сказать никогда в своей жизни не совершайте обряды по закапыванию денег в землю дело в том что это очень негативно скажется на материальном благополучии вас почему они у вас оказались дело в том что очень часто люди они по наитию начинают заниматься эзотерикой но почему так происходит дело в том что эзотерика это такая наука о тайнам и кажется что тот человек который постигает эзотерические учения он способен быть достигнуть всего что хочется ему на протяжении своей жизни то есть достигнуть реализации человеческой какой это человеческой реализации ну конечно это банальные такие моменты это хорошая семья это конечно же возможности это конечно же может слава почет уважения но материальное благополучие свое имущество здоровье конечно на первом месте ну и здесь сразу же хочется подметить и человек вот он тянется к эзотерике потому что ему кажется что это простой путь почему но дело в том что если мы рассмотрим детей которым там 9 10 месяцев и посмотрим к чему они тянутся то обычно они тянутся к розетке правильно то есть ребенок почему-то сам этого не понимаю очень часто тянется к розетке то есть сунуть на пальчик палочку и так далее я даже детям всегда говорил своим ток это вава потому что страшного но вот но много же игрушек есть и много вокруг всего но почему-то ребенка всегда прельщает самое такое наверное с предметы которые имеют максимальную опасность для его дальнейшей жизни тут сразу же вопрос ну почему же так устроено что же притягивает ребенка его притягивает опасность также эзотерика она притягивает людей потому что она и вы должны знать это уважаемые ребята эзотерика опасно для людей если человек почему но она плохая или нет но вы сами скажите электрический ток он плохой или хороший но электрический ток он в общем то очень хороший если уметь им пользоваться если знать как это все устроено если есть знания определенные а люди начинают делать так они говорят но мы как малыши будем совать в розетке что я в этом случае подразумевая ли имею в виду они начинают там допустим слушать каких-либо людей которые советуют и дают советы допустим там по сей деньги в горшок поливая его они вырастут сделала это на луну где такие книжки тоже читал почему такое появляется ну на самом деле те люди которые это советуют они никак не связаны с эзотерикой они являются инфобизнесменами то есть они для себя придумывают ни на чем не базирующиеся идеи которые в дальнейшем пытаются вот таким образом продавать страждущим и нуждающимся для того чтобы эти нуждающие страждущие покупали у них с возможностью дальнейшего а там хоть что хотят они пусть то и делают так вот появились публикации в огромных количествах в интернете и там кто на 100 го раз начни поливать денежное дерево посадим монетки в денежное дерево дальше приклеим монетки на денежное дерево сделай сделай дерево на котором повесь монетки это будет привлекать удачу дальше что там я еще видел из рук и забы изобилия который сверху льется деньгами и всем остальным я хочу вам сказать все эти эзотерические практики лживые и они на самом деле очень вредят человеку потому что рассмотрим по очереди когда труп закопали то что с ним происходит если труп закопали то он там в земле распадается и становятся частью земли а если что-либо хорошее или плохое положить в землю то что произойдет и хорошее и плохое будет умерщвлено земля большая такая энергия которая все умудряется успокоить и превратить в себя она все поглощающая мать есть даже обряд такой берется рисинка и человеку крест-накрест вокруг бородавочки мамочка или бабушка вот так трет после этого завязывает ниточку красную вокруг рисинки подносит к земле там где есть такая земля немного увлажненная и говорить закапывая в ямочку пусть распадется рисинка и ниточка и бородавочка и после этого ее сажает а теперь вот смотрите человек берет допустим монетку чтоб фактически обозначает магию денег или денежную энергию и после этого ее в землю кладет и эта энергия начинает влиять совпадая с энергией земли каким образом земля поглощает земля истощает земля разрушает таким образом если гипотетический человек берет свои деньги проводит какой-либо обряд о чем-то просит и после чего сажает в куст или сажает куда-то в землю то скорее всего у него не только не будет денег у него категорически надолго может быть даже навсегда этих денег не будет конец ему вообще с деньгами под какое хотите дерево ложить второе второе а минус можно ложить можно ложить настоящую серебряную монету в землю при застройке дома то есть можно закопать в землю серебряные монеты почему закопанные в центре вашего помещения серебряные монеты они отпугивают злые сущности то есть случае если есть там дух этого места если есть дух этого помещения если есть вот такие духи они в общем-то не доказать не опровергнуть их существования невозможно но я в своей практике встречал такие помещения в которых есть прям настоящий полтергейст то есть часто падают чашки там дети становятся одержимыми сексуальными этом желаниями муж дома становится совершенно неадекватный но выходя на работу становится нормальным это все говорит о том что есть вот такой блуждающий дух обычно эти духи живут либо в чулане где-либо там в подземелье каком-либо либо они в туалете где-то находятся для того чтобы этого не было надо там положить серебряную монетку кстати если муж очень сильно нервный и очень сексуально встревоженный можно так сказать то положите серебряные монетки в туалете и этого человека его отпустит ну и вернемся все-таки к теме поэтому в случае если что-либо вы начинаете вкладывать в землю что-либо то то что вы вложили это распадется ну и если положить серебряные монеты в землю то этот дом будет освящен духов не будет также можно положить крест серебряный большой серебряный крест но его необходимо положить правильно чтобы голова креста была на юг а ноги на север таким образом будет все добавляться но крест надо выбирать такой чтобы он был с ровными не удлиненными с ровными краями такими золотые монеты по кругу еще необходимо положить как бы в каждую сторону этого креста а монеты золотой а золотые монеты дают благословения земля может это благословение земля на фактически является женским началом золото при этом является надеждами и желанием человека именно поэтому золото вложено допустим землю освещает эту землю а серебро очищает таким образом золотые серебряные монеты можно а все остальные особенно евро и все остальное не стоит ну спал на ответил а по поводу обрядов там сверху поливать или представлять рог изобилие об этом я говорил на первой ступени вода она же смывает все но именно поэтому если вода смывает то тогда вода смоет если представлять деньги которые вокруг вас текут то это вода не утекут в никуда арна сатурова о такая красивая у вас фамилия а сатура шамка моя а сатура шамка к моя гавинда нам о карма я ведь мантра есть такая а сату а сатурова и так андреевич вижу постоянно одинаковые цифры на часах 2121 11 11 10 10 17 17 17 и вот случается ссора с кем-нибудь после этого уже пробовала когда вижу улыбаться и говорить а мне вы нравитесь не помогает подскажите как избавиться от этого и может что-то мне нужно сделать а я не понимаю что именно спасибо понять здесь несложно необходимо цифры между собой сложить если вы сложите между собой цифры то они вам смогут понять что же необходимо делать и на что обратить внимание и так если у вас при складывании цифр получается цифра 1 эти цифры попадаются то вам необходимо обратить внимание на свое здоровье меньше есть больше спать если цифра 2 то это говорит о том что вам не нужно занимать деньги, а также это говорит о том, что нужно обратить внимание на то, что не отдавайте деньги никому, не платите в это время никому. А если цифра 3, пришло время обратить внимание на то, что вам нужно срочно сделать какое-то действие, но при этом это действие делать с большими усилиями. Если у вас четверка, то четверка говорит о том, что вы скорее всего будете конфликтовать с кем-то, с кем живете под одной крышей, а если 5 получается, а если 5, берегите деньги, а если 6, берегите свою семью, а если 7, а если 7, то берегите от несчастных каких-то перемен, которые могут произойти с вашими близкими, мужем и детьми. А если 8, а если 8, это говорит о том, что необходимо для семьи, необходимо для семьи больше внимания и больше тепла, а если, потому что переругайтесь из-за этого. А если 9, а если 9, нужно дать им больше любви и быть более самоотреченными по отношению к ним, больше рядом с ними находиться. А если 10, а 10 это 1, а если 0, не бывает такого. Ну что, хотелось бы, знаете, что вот такое мне сказать. Я уже говорил об этом, хотелось бы сегодня, наверное, какую-то тему при этом рассказывать, при этом вебинаре рассказывать. Ну и, наверное, одной из тем могла бы быть тема, вот, допустим, муж и жена живут совместно. И они, конечно же, друг друга любят. Проходит какое-то время, и после этого она начинает, она начинает обижаться, он начинает как-то так сторониться ее. И появляется такое вот ощущение, которое я обычно называю отчуждением. То есть не близки, не близки. И тут вопрос такой, кто или какая сила, или что мешает вот этим отчуждением между мужчиной и женщиной, которые происходят. Можно ли в данном случае им как-то помочь? Да. Почему это отчуждение происходит? По моему мнению, я считаю, что это наработанный внутренний эгоизм. То есть человеку необходимо, человек просто эгоистичен. То есть я для меня, мне там и так далее. То есть вот эти вот слова, они заставляют человека думать, что его можно любить за что-то, что к нему плохо относятся, что он не может все время дарить любовь и так далее. И вот этот эгоизм, его можно полностью уничтожить, если тот человек, который обижается, или тот человек, который испытывает гнев, этот человек начинает быть ближе к тому человеку, с которым он живет. Не стесняйтесь быть ближе. Не стесняйтесь гладить тех людей, которые вас обожают, обижают. Не стесняйтесь, рука-то у вас не отвалится, слушайте. Становитесь ближе. Дело в том, что и мужчина, и женщина, они могут быть ближе, и все, что их сдерживает, это только их эгоистические вот эти состояния. На самом деле, с кем бы и как бы вы ни жили, найти в себе силы быть более теплым, быть более милосердным, быть более хорошим, найти можно. Поэтому вот мой совет такой для всех людей, кто с кем-то живет. Друзья мои, будьте более милосердными и будьте более близкими к тем людям, которые называются для вас близкие. Всех денег не заработайте, а вот погладить, за ножку подержать, там, за ручку подержать, поговорить перед сном о чем-нибудь без слов. А я, а ты? Причем тут а я, а ты? Есть сейчас этот человек, он рядом с вами, он же с вами, но раз он с вами, то он и вы заслуживаете этого. Поэтому побольше тепла. Анна Гербис, здравствуйте, Андрей Андреевич. Скажите, пожалуйста, наверное же существует магия на засолку капусты и других овощей. Да, существует магия. Смотрите, магия, она такая смешная. Когда будет полнолуние, необходимо взять гвоздь железный и его вбить так, чтобы луна светила, и необходимо гвоздь железный вбить в землю. После того, когда луна сойдет, начнет убывать, гвоздь необходимо достать и его положить в подвал. Вот если будет в подвале, из него можно, кстати, выковать кольцо какое-нибудь или сделать из него подковку, там, червячок, я не знаю, что хотите. Если вот такой гвоздь положить себе в подвал, то никогда не будет портиться ни капуста, ни соленья, не все остальное. Это проверенный такой метод, он действительно работает, мне очень нравится. Почему-то вспомнил за коня. Есть такой обряд, который в субботу делают, берут подкову черного коня и в субботу берут эту подкову, и из этой подковы у коваля, как его, коваль правильно говорить, да, есть такое слово коваль? У кузнеца, вот. У кузнеца дают ему эту подкову, и кузнец должен выковать кольцо. Это кольцо необходимо одеть на мизинец любой руки. Если носить на мизинце любой руки, на протяжении нескольких недель исчезают все камни в почках. Проверено ли это? Да, я знаю это 100%. Народный способ по устранению камней в почек, я их знаю тысячи. Один из самых эффективных, это использование двух растений, одно называется, ну простых каких-нибудь, одно называется рыльца, другие, другое название еще, баранец или трибулус. Необходимо высушить одно и другое, между собой смешать в равной пропорции. Одна столовая ложка вот этой смеси на стакан кипятка, пьется этот кипяток один стакан в день, какого бы размера у вас не были камни, принимаете на протяжении двух месяцев, вы идете к врачу, камней не будет. Проверено вот на 100%. Можно ли приобрести трибулус, можно ли приобрести траву рыльца. И одно и другое можете приобрести, связавшись с операторами моего сайта. Я вам продам. Анжелика Рахмудинова. Здравствуйте, дорогой учитель. Здравствуйте, Анжелика. Я сегодня потеряла ключи от дома, не могу понять при каких обстоятельствах. Помогите, пожалуйста. Давайте. Пусть Анжелика Рахмудинова сегодня и завтра до обеда найдет ключи. Лариса Ларионова. Подскажите, пожалуйста, если можно, как помочь дочери 42 года выйти замуж? Не было никогда, но есть сын, 23 года. Спасибо большое, удачи во всем. Я когда-то целый семинар такой записал. Вы знаете, мне бы хотелось вам искренне помочь, но дело в том, что это не проблема такая вот щелчка пальца. И нет такого вот единого, наверное, метода, который бы помог женщине на 100% выйти замуж. Но все равно одно «но» есть. Я заметил, что женщины, у которых есть больше чувств того, что им нравится жить, которые возникают у них в виде чего-то такого теплого. То есть, знаете, есть вот хорошее слово, оно называется «доброта». Вот если такая доброта есть в человеке, то она может создавать ощущение в центре грудной клетки чего-то теплого и приятного. Наверное, именно это ощущает женщина в тот момент, когда она рожает или получает на руки ребенка. Ну, опять-таки, скорее всего, это не все женщины ощущают. Есть такие, которые ничего там не ощущают. Так вот, вот такая доброта внутренняя, которая человек, опять-таки, это я не говорю о качестве каком-то, я говорю о чувстве. Вполне физиологическом чувстве, ощущение, которое возникает в центре грудной клетки. Его можно назвать условно, ну, неидентифицированным. То есть, это ощущение такого тепла, распирания, может быть, радостное какое-то. Вот его можно в себе выработать или найти, или вспомнить что-то. И вот это ощущение, если женщину научить в тот момент, когда она думает о мужчинах, общается с мужчинами, в этот момент ее научить создавать или чувствовать вот это чувство в центре ее груди, то, скорее всего, это будет для нее магнитом, который очень быстро привлечет в ее жизнь мужчину, который захочет с ней жить. Проверено. Там женщина одна написала мне в вайбере, Андрей Андреевич, я никак не могу справиться со своим мужем, мой муж очень гулящий, и я с ним разговариваю, он мне говорит, ты понимаешь, мне одной тебя мало, я не могу, мне нужно все время кого-то искать, я куда-то там хожу, то есть вот такое страшное что-то происходит. И она говорит, ну, если честно сказать, то и у меня такие ощущения есть, потому что я тоже все время хотел об этом чего-то и так далее. То есть вот семья живет вот в таком омороке или мороке, морочит их что-то. Есть ли что-то, что может помочь? Знаете, это очень полезно, то, что я сейчас скажу. Почему? Наблюдая вот сейчас за молодыми людьми и взрослыми, собственно, мужчинами, я очень часто, вот я приведу пример, допустим, фейсбука. Вчера мужчина, который нравится мне, он хорошо пишет, книгу недавно написал, он там группу ведет, у него и огнетерапия, я не знаю, гена, он там пробует огнем и мечом, ну, без меча, ладно, огнем убирать у человека какие-то, совершать обряды, убирать у человека проблемы в жизни и так далее. Так вот, он написал вчера статью, в этой статье он буквально написал сначала, в начале о духовности и сексуальности, что не нужно отрываться и так далее. Вы знаете, что, конечно, его понимают, без жены долго живет, ему видно хочется, гормоны там требуют и так далее. А очень часто мужчина блокирует возможность того, чтобы рядом с ним появилась женщина именно только из-за того, что у него очень сильное желание секса. Это нормально, это естественно, потому что так природа устроила, она хочет, чтобы люди продолжали род. Мужчина желает, женщина там еще что-то хочет и так далее. Ну и чем мощнее у женщины, чем, вернее, мощнее у мужчины вот это желание выплеснуть это наружу, то есть проявить себя сексуально, показать сексуальность и так далее, тем меньше шансов у этого мужчины быть каким-либо привлекателем в глазах этой женщины. Я очень часто вижу мужчин и женщин, которые специально одевают там, женщин, вернее, мужчин, которые специально красят волосы, которые там выбривают бровь себе, которые там стараются быть гламурными, ну несчастные люди на самом деле, и позиционируют они себя таким образом. Я понимаю, почему им хочется интимных отношений, но это наоборот отталкивает, женщин это отталкивает. Так вот, мой совет такой, в случае, если мужчина, а много мужчин, которые живут там до 40 лет, до 45 лет, или там с 20 до 45-50, вот для многих мужчин это пункт, а вы знаете, что природа так устроена, если мужчина 20 часов думает об этом, а сейчас как бы невозможно об этом не думать, то есть постоянно какая-то информация, она есть в Ютубе, в Гугле, еще где-то, до тех пор на видео, сайты, постоянно там на сайтах, где можно смотреть фильмы, какие-то такие триггерные картинки, где там постоянно там фотографии женщин и так далее, такие намеки, бесконечные чаты, сайты, знакомства и прочее, прочее. И у мужчины происходит вот такой сбой, ему бы нужно было бы думать о деньгах, о том, как квартиру купить, ему нужно было бы думать, возможно, даже о духовности, потому что возраст уже, в общем-то, взрослый, а ничего не может с собой сделать, потому что там аякнуло, там аякнуло, там кто-то написал, там о чем-то подумал, и все, понимаете, в баню сходил. И после этого человек становится, там первый год, в общем, не обращая внимания, второй год, там обращая внимания, третий год, сильно обращая внимания, четвертый, жить уже без этого не могу, пятый, все виноваты и так далее. То есть у человека вот формируются вот эти страдания, они имеют даже определенные названия и в психиатрии, и в том числе в медицине и так далее. Видно таких мужчин, они агрессивные, они вспыльчивые, это обычно не хватает интимной жизни. Можно ли им как-то помочь? И, конечно, знаете, тут нужно думать о том, как заработать, ничего не могут делать, им нужно думать о том, как не заработать, а кого бы найти. При этом идей таких, что они хотят женщину, чтобы с ней постоянно жить, не возникают. То есть секс на первом месте. Такие женщины тоже есть. Что я могу посоветовать? Есть очень хороший обряд, это в старинных книгах написано, это в книгах таких написано, как, допустим, у Панишады, это написано в эпосе. То есть очень много есть рекомендаций, которые помогают человеку не сбиваться с пути. Что это такое? Это, извините, это оборачивание вокруг своей талии корсета. То есть человек должен взять корсет, такой плотный, и на протяжении вечера, когда он дома находится, или на протяжении дня, когда дома находится, очень сильно затянуть этот корсет. Как это устроено? Там находится вторая чакра. Если вторая чакра живет как попало, то есть она выпячивается, энергия идет там как попало, то весь организм начинает подчиняться действию вот этой второй чакре. В случае, если мужчину или женщину затянуть в корсет очень сильно, то, как ни странно, у них исчезает желание. То есть они начинают его контролировать. Особенно рекомендую пузатым мужчинам, женщинам с красивой, большой, вперед выдающейся талией. Так что теперь вы знаете, если дети у вас такие, их затяните. Во-первых, ну сделайте так, чтобы никто не видел. Второе, это действительно поможет. Сразу же, ну нет такого, что я буду в корсете дальше смотреть порнографию. Ну нет, отпускает мозги, человек лучше начинает жить, применять. Натали Найден. Добрый день, Андрей Андреевич. Добрый день, Натали. Скажите, пожалуйста, как убрать обвышшую кожу рук? Спасибо за ответ. Обвышшую кожу рук убрать никак нельзя. Нет таких вариантов. Я на самом деле сколько лет практиковал медицину и, в общем-то, практикуя эзотерику и так далее, еще не встретил ни одного такого случая, чтобы можно было бы каким-то образом убрать обвышшую кожу рук. Сделать это нельзя. Почему? Потому что происходит ригидность мышечной мускулатуры, она приводит к тому, что появляется обвышшая кожа, человек худеет, ну и все. И дальше никуда. То есть это нужно отрезать. Без ножа никак. Инна Волошина. Добрый вечер, уважаемый Андрей Андреевич. Спасибо вам за эти учения. Скажите, пожалуйста, когда соблюдаешь 9 день, можно пить препараты ТФ? Можно. И можно этот день посвящать чему-либо или он уже посвящен. Этот день, он посвящен обычно вашей молодости. То есть если человек на 9 день своей жизни постится, то этот 9 день его жизни посвящен посту во имя молодости. Если человек на протяжении жизни будет поститься каждый 9 день своей жизни, то есть на 9 день ничего не есть и будет это делать 1 год, на протяжении 1 года он помолодеет на 10-15-20 лет. Это 100%. При этом изменения происходят. И лицо подтягивается, и глаза становятся светлее, и волосы меняют цвет, и ногти лучше растут и так далее. Но пост должен быть такой, тотально 1 водичка. Марина Данилюка или Данилука. Вопрос про животных и выполнение практик. Вы уже рассказывали много раз. Большая просьба, расскажите еще раз. Хорошо. Если собака будет в другой комнате за закрытыми дверями, то можно ли слушать шумы и читать коды? Можно они с закрытыми? Пусть будет рядом. Не будет ли как-то негативно на щенка воздействовать? Нет, не будет. Как поступать с животными во время заседания РТЕ? Пусть сидят. Также не обязательно. Обязательно будем на обряде 13 ноября. Как правильно поступить с собакой? Достаточно ли будет, если он будет за закрытой дверью? К сожалению, на вот этом обряде не нужно, чтобы собаки находились рядом, но и не нужно их вообще выгонять, куда-то в чулан садить. Если он может полежать, а судя по нему, он может полежать в любом другом месте, поэтому ему поставите тарелочку где-то и ваша такая прекрасная, красивая, просто потрясающая красота собачка отдохнет в другом месте. Я люблю животных, мне нравятся животные, я люблю людей, мне нравятся люди, но жить с животными я не могу. Почему? К сожалению, мне мешает аллергия, и это единственное, на что вот у меня есть аллергия, это пух котов и пух собак. Не знаю, ничего сделать с этим не могу, хотя больше ни на 100 аллергий нет. Может, это в детстве себе что-то придумал. Людмила Шестакова, как эзотерически, если бы у меня была возможность иметь животное, я бы хотел иметь корову. Она красивая, она красная, они добрые, они все время жуют. я бы рядом с ней медитировал, смотрел бы на нее, она такая красивая, они такие добрые, знаете, я смотрю на коров, вот, и мне всегда так нравится, вот, для меня, но если кому-то интересно, мое мнение личное, самое, наверное, прекрасное животное, которое на земле когда-либо видел, по качествам своим, это корова. она не страдает, она не мстит, она живет своей жизнью, такое ощущение, как будто она находится все время в состоянии духовного адвайта и просветления. Ее можно доить, она запросто там, рожает ребенка, а детей не отказывается всегда верно, знаете, ну и коровки, они такие, они добрые, они не дерутся, могла бы легнуть сильно, но обычно этого не происходит, они такие теплые. Людмила Шестакова, как эзотерически можно сделать, чтобы ребенок перестал ночью вписываться, вписываться, для того, чтобы не было у ребенка энуреза, возьмите горчичные семена, возьмите горчичные семена в виде семян и каждый вечер, перед тем, как ребенок будет ложиться спать, высыпаете ему чайную ложку горчичных семян, они очень мелкие, и после этого, чтобы он запивал их водой, делайте это на протяжении одного-двух месяцев, это совершенно безопасно для ребенка, но это уберет у него энурез. Вообще, о магическом, о магических свойствах горчичного масла, я рекомендую очень использовать людям, у которых есть порез, допустим, послеинсультный порез или тетропорез, то есть там не работает или не функционально работает какая-то часть тела, очень помогает горчичное масло, намазывайте горчичным маслом конечности, которые не работают, делайте массажи, помогает действительно, вот проверено. Ирина, здравствуйте, Андрей Андреевич, благодаря вашим советам нашел новую работу, спасибо. The Best Channel. Как думаешь, Карлос Кастанеда описывал правду про Дона Хуана? Ну, у меня нет основания не верить ему. Мне очень нравятся книги Карлоса Кастанеды, сложно сказать, сложно сказать, дело в том, что, если изучать традицию, наверное, астральной левитации, то я бы мог вам посоветовать, посмотреть мой семинар, который называется «Астральная левитация. Вторая часть». И в этой астральной левитации, которую я даю, я объясняю, на чем основаны знания Карлоса Кастанеды, кто такой был Дон Хуан, что вот это такое, точки сборки, как можно у себя это увидеть быстро и переместить. Потому что, когда читаешь книги, допустим, Карлоса Кастанеды, то огромное количество возникает таких вопросов, на которые он, к сожалению, в своей книге не отвечает. То есть, ощущение всегда остается, да, он объясняет и даже рассказывает по словам Дона Хуана, как это выглядит, допустим, история о точке сборки, история о строении энергетического кокона, ну и много там вот этих моментов всяких, история по смеху, помещению центра или центра восприятия. И после этого он, Дон Хуан дает рекомендацию, он рассказывает, но сам Карлос Кастанеда, он не объясняет подробности и не объясняет тактильные практики этого всего. То есть, ты вот, что, зачем? То есть, было бы вот очень правильно, если бы он говорил следующим образом, я лег, после этого у меня расслабились, там, конечно, я провел аут-тренинг, то есть, я начал считать, там, или наоборот, я начал сосредотачиваться на этом, или я там вот это делал, после этого я, мне показалось, что вот это произошло, я отключился, подключился, после этого яркое ощущение вот этого, то есть, вот это чуть-чуть пропущено. я понимаю его, потому что он не ставил своей задачей обучать людей в этой книге, он ее старался сделать так, чтобы это было просто историей, которая не нагружает людей, ну, а люди, которые немного нырнули уже в эту тему, они ищут там возможности, но на самом деле, скорее всего, сам Карлс Кастанеды не ставил задачу обучать с помощью книги, это была просто его история жизни, ему не хотелось кого-то отдельно обучать ченнелингу или астральной левитации, тогда, а так, в общем-то, я не возражаю, мне очень, вернее, мне нравится, я вообще поклонник всевозможной эзотерической литературы, очень много читаю, и могу вам, если хотите, показать свою библиотеку с этими книгами, этих книг очень много, причем они на разных языках есть, я с удовольствием читаю на разных языках, носителем являюсь нескольких языков, и, конечно, глядя, допустим, на новые выходы книг, на старые, у меня есть постоянно книги, которые мне нравятся, допустим, какая-нибудь практическая магия Папюса, или открытие третьего глаза Сахарова, у меня есть книги от всех, кого только можно, даже Трихлебово, то есть, мне всегда это интересовало, интересно мнение другого человека, я когда это читаю, то у меня нет такого состояния, что я буду говорить, что нет, это неправда, почему? Вы знаете, в этом мире тот человек, который скажет, нет, это неправда, и в этом ничего нет, будет первым, кто сделает ошибку, я считаю для себя, уважительно отношусь к абсолютно любой информации, уважительно отношусь к любой противоречивой информации, почему? Я не за, не против, просто когда я читаю, я понимаю, что теперь я это тоже знаю, ну и этого достаточно, просто иногда так бывает, допустим, люди описывают там, описание, допустим, мира людей, атлантов, у атлантов были принцы, были принцессы, они жили, они там и то, у них было и то, но это все воспринимается человеком, читающим, как информация, которую он воспринимал в школе своей, как информацию, которую он получал при изучении истории, ну и в этом случае человек немного запутывается, потому что история, которая у нас преподавалась в школе, она у нас точно считается наукой, то есть это было так, там были половцы доказательства, вот картинки, изображения с того времени, наконечники и так далее, или допустим, были там Великой Отечественной войны, Рокоссовский, доказательства, вот он существовал, его год рождения, была Великой Отечественная, конечно, есть истории, которые там не так или иносказительны, или еще как-то как бы искажают, со временем делают это принципиально, с какой-то задачей индивидуальной, там какие-то страны или какие-то люди, но вот когда мы к этой истории относимся, то мы к ней должны относиться как к науке, а когда мы читаем вот такую литературу, которая требует от нас требует от нас досконального доверия, то нужно перед этим произносить несколько раз себе слова, что это всего лишь гипотеза, что это гипотеза существования Атлантов, что это гипотеза там появления чего-то, что это гипотеза, почему, но это гипотетическое, то есть там у них были короли, одну звали так, одну звали так, кто сказал, ченнелинг, это Лена сказала, там она сказала, там еще кому-то, ну она, ченнелинг, это может быть галлюцинация, наведенная галлюцинация, это может быть фантазией человека и так далее, мы же, у нас же сознание творческое, мы можем в обычном состоянии, и в необычном состоянии, можем много себе придумать, особенно если ты девочка, то есть там, недавно я смотрел, как одна женщина говорит другой женщине, Дуйко, он маг, он на тарелочке летает и так далее, ну, что только не покажется женщине, знаете, в тот момент, когда она закрытыми глазами смотрит там куда-то, ну, это, конечно, всегда очень смешно, знаете, обычно смотрю на этих людей, ни доказать, ни опровергнуть невозможно, смотришь на людей, там, одни в ютубе, там, записали видео обо мне, и это видео, там, он говорит, у Дуйко харизматичная душа, и у этой душа, там, чакра закрыта, и эта душа, она там, нет никаких подселений, но эта душа, она впервые здесь рождена и так далее, ну, и здесь такой вопрос, как воспринимать эту информацию, она доказательна, если доказать, то как доказать, или опровергать, как опровергнуть, то есть, ну, на что нужно опираться, ну, хорошо, такая душа, но почему нужно в это верить, или там, женщина говорит, он там летает, там, поставил серебряную пласть, ну, почему, кто может это доказать, или опровергнуть, то есть, вот, верь мне, и тотально верь, потому что я решила, что я вижу это в виде галлюцинации, но я понимаю, что там, два человека, размещенные в разных комнатах, видят одни и те же картинки, которые касаются какого-то одного определенного человека, после этого сравнили между собой, и там, из этой всей информации, 20% этой информации, она между собой подтверждается, но вот тогда можно было бы сказать, что если эта информация даже у двух людей подтверждается, то тогда эта информация может быть точной, или вероятнее всего, с небольшим отклонением в сторону точности, ну, и так далее, а когда там, вот я придумал, я так сказал, не доказать, не опровергнуть, не что-то сделать, смотришь на этих, там, он, он плохой, ну, почему он плохой, ну, потому что я так решил, потому что так нельзя, ну, молодец, а кто хороший, а кто хороший тогда, Ольга Сергеева, Андрей Андреевич, добрый вечер, Сахалин, с вами в моем лице, так люблю Сахалин, скажите, пожалуйста, как полечить ячмень, векость, эти клона, другом глазу, ножки вижу, как будто что-то мешает, потрешь глаза, а как будто нормально, берете три пальца, вот так к веку, плюете, и плюете назад, потом моете руки с мылом, потом правой рукой то же самое, и тоже моете, в течение дня завариваете обычный чай черный, и его прикладываете, все это очень-очень поможет, Андрей Андреевич, помогите, пожалуйста, пилонефрит замучил, чем полечить, самый простой метод лечения пилонефрита, это заваривание очень крепкого черного чая, проверено, пейте чефир, если вы болеете пилонефритом, чефир за 3-4 дня убирает любой пилонефрит, вот доказано, 100% проверено, в случае, если человек пьет чефир, пилонефрит исчезает, стоит ли нам ученикам изучать Каббалу, здесь необходимо сказать, какую вы задачу ставите, вы знаете, в свое время меня очень заинтересовал вопрос материализации, в советское время и подсоветское время, ну, нужно сказать несколько слов просто о моем, допустим, развитии, вот как я развивался, я находился какое-то время на территории Москвы, работал я там в определенном месте, мне не стыдно сказать, я на базаре работал, и очень начал заниматься активной эзотерикой, очень повлияла на меня эзотерика Юрия Лонга, на самом деле Юрий Лонга был моим другом, мы вместе были, знали людей, которые находились на территории Украины, так как он сам из Запорожья, фамилия его Иванько, и меня познакомил один мой друг нерусской национальности с этим человеком, вот он на меня повлиял, чем повлиял, он начал мне говорить о материализации, начал показывать мне элементы материализации, на самом деле я сейчас понимаю, что это были фокусы, на меня это очень ярко так, особенно ярко повлияло, и всю жизнь я думал о том, что хорошо было бы научиться материализовать, то есть материализовать более конкретно, то есть взять, допустим, там золотое украшение, представить его и так, чтобы оно появилось на руке и так далее. И я начал этим заниматься, то есть сначала я искал силы, которые могут помогать этому материализацию свершиться, потом я начал искать идеи и так далее, и вот что у меня начало происходить первый раз, я начал представлять, будто в моей руке находится золотая цепочка, и согласно методам материализации, уже там связанными с Кагью и Цзокченом, я начал представлять, будто начал читать мантры материализации, Акасая намах, какие-то там, Ом Хрим, Акасая намах, Ом Хрим, там, ну в общем, поочередные вот этим, Ом Будхаю кехунза, Ом Пемаю кехунза, Ом Пемаю кехунза, Ом Акасая кехунза, и плавно создавая вот эти поля этой материализации, то есть у меня это происходило. Я даже начинал ощущать, будто у меня в руках появляется вот эта золотая цепочка, на то время мне очень хотелось золотую цепочку, 100 граммовую такую. И вдруг у меня сумасшедшая неприятность, прямо сумасшедшая неприятность, меня обвиняют в чем-то, я этого не делал ничего, причем там просто хватают на улице, и у меня такие неприятности там, и они прямо настоящие неприятности, ничто не подразумевало какой-то гадости, я всегда был добродушным, теплым человеком, честным таким, знаете, благородным, всегда за слова отвечал, среди мужчин всегда завоевывал почетное место человека, вот у меня всегда были клички такие там, там, головуня, и я потом спрашивал у мужчин, я говорю, почему мне головуни называете? Ну, потому что ты запоминаешь хорошо, потому что ты умный, потому что вот ты как-то все так четко это все рассказываешь и так далее. Ну, и качество, наверное, сосредоточения на какой-то задаче вот мне помогало. А здесь прямо такая неприятность, ну, нереально, и при этом я в этом всем не виноват, и эта неприятность затянула, и мне долго очень она мешала. Потом я забросил эти, ну, все решилось, забросил эти практики. Второй раз у меня было в Турции, я занимался ювелиркой, привозил в Украину ювелирные изделия, и делал закупки ювелирных изделий в Турции, в Стамбуле, в компаниях Фавори, Дживаль и там так далее. То есть я покупал большими партиями, здесь в Украине открыл ювелирные магазины, также сделал сеть ювелирную, где продавал успешно, слава богу, эти ювелирные изделия, смог заработать на этом достаточно приличные деньги. И занимался я этим сам, потом нанял людей, которые этим всем занимались. Ну, я никогда не скрывал, что до эзотерики я был очень успешным предпринимателем, фактически являясь им и сейчас, и не бедным человеком, собственно говоря. И когда ехал я из Турции, отправил я товар, сделал предоплату, мне этот товар сюда в Украину через неделю-две должны были перевезти. И почему-то у меня какой-то заскок произошел такой. И я вечером, когда находился в номере, а номер назывался прямо в Лалали или в Аксарае, уже не помню, где-то в Стамбуле, и вечером ходил я, сам тогда я был, и пошел куда-то вниз, спустился там в Лавале, покушал какой-то еды там возле порта, там поел рыбы какой-то в ресторане, иду обратно, и у меня новый заскок. Думаю, а ну-ка я себе буду представлять, будто я в руках держу алмаз, большого размера такого, 6 карат, 10 карат. И вот иду, и вновь начал читать, и так далее. Иду, тру этот алмаз в своей руке, после чего возвращаюсь я, утром мне нужно улетать, в 10 часов я уехал в этот аэропорт, и меня в этом аэропорту на двое или на трое суток арестовывают, держат, перевозят куда-то в Стамбульский какой-то там, и там по непонятным причинам, потом оказалось, что это вообще недоразумение, что очень похож на другого человека, что посчитали, что я другой человек, никто передо мной, также в наручниках меня привезли, посадили на самолет и отправили меня в эту Украину. И третий раз была такая же ситуация, она была уже в Египте, то есть ничего не предвещало беды. На протяжении 7 дней, после каких-то там своих эзотерических изысканий, я начал вновь практиковать практику, представляя в своей руке дорогое украшение. И после этого у меня были неприятности, связанные с полицией. Хургады меня продержали несколько дней там в тюрьме, и после этого по необъяснимым причинам надели наручники и отправили в Украину. И тут я задумался, ужас. Я задумался, что ж такое со мной происходит? Всегда одно и то же. То есть я представляю вот это, и задался целью, и задался таким вопросом, чтобы высшие силы, вы можете мне не поверить, и я доказать не могу. Но очень часто именно эти силы отвечают мне на такие вопросы. И я задал такой вопрос, я задал, почему, когда я представляю или материализую, то у меня что-то такое вот происходит. И мне было сказано, когда человек материализует, то он ворует. И у него от того, что он ворует, появляются неприятности. Поэтому сначала неприятности, а потом материализация. И было сказано, что если ты переживешь эти неприятности, и будешь продолжать материализацию, то тогда будет получаться. Но знай, в этом мире все уже кому-то принадлежит. Так не бывает, что камень, который огранили у кого-то лежит, он просто исчезнет и будет у тебя. Почему? Это, хоть и выглядит как перемещение, но все равно фактически является воровством. А за воровство нужно отвечать по закону. Но только в эзотерике. Ты же сначала хотел украсть, ты эзотерически украл. Ну а после этого, за то, что ты украл, тебя нужно наказать. Как? Физически. Это первая часть материализации. То есть теперь тебе милиция. Ну а второе, ну если будешь продолжать, то тогда следующим этапом будет то, что оно у тебя появится. Вот так. Поэтому я вас убеждаю, друзья мои. Если вы занимаетесь этими практиками, не начинайте. Ну а опять-таки, по поводу каббала и так далее. Какую вы ставите задачу? В случае, если вы ставите задачу, задачу всепознания мира и так далее, то, наверное, каббалой можно заниматься. Если у вас есть корни иудейские. Кстати, по поводу Сахалина, хотел бы сказать несколько слов. А вы знаете, что фамилия моя Дуйко, она происходит от названия реки, которая называется Дуйко, которая находится на Сахалине. Она сейчас называется Александровка. Дед моего отца был родом оттуда, потому что они там жили, а там именно находился Антон Павлович Чехов, потому что у него есть записки северные. Я не знаю точно, как называется произведение, не хочу обманывать. Я не готовился к семинару. И вот в этих записках он упоминает как раз о реке Дуйко. И там жили люди, которые были цыганами. И вот эти цыганы, которые там жили, они сильно выпивали, много гадали. И это мои предки. Они потом переехали, вначале они переехали в Николаевскую. А, сначала переехали, вначале они жили там где-то в Венгрии, а после чего переехали уже сюда. Ну и фамилия, она до момента вот этого деда все были Дуйками, а потом стали Дуйком или Дуйко. А уже сама фамилия, это она, знаете, как часто в советское время делали ошибки. Ну и когда в очередной раз паспортистка написала вместо Дуйка Дуйко, уже все махнули рукой и там сказали, пусть так и будет. Надеюсь, вам интересно вообще, что я сегодня наговорил. Здравствуйте. При чтении мантр и кодов четки после этого можно носить на себе. Увеличивается эффективность в этом случае или нет? Когда человек читает на четки коды или мантры, то после того, когда он начитал, он должен эти четки положить куда-то и не носить на себе. Если человек начинает носить на себе, вот что происходит. Вот, допустим, вот, допустим, железное кольцо. мизинец в васту связан с планетой Раху. Влияние планеты Раху зависит от того, насколько этот мизинец длинный. Ну и вообще влияние происходит через мизинец. Это может привести человека к тому, что у человека происходят неприятности. То есть у него происходит там ухудшение здоровья, появляется у него заболевание артрита, артрозы, начинают отеки происходить, невезение в жизни. И вот рекомендация, допустим, для того, чтобы этого не было, необходимо одеть железное кольцо на палец. И тут вопрос, а что же делает железное кольцо? Оно-то при чем? Дело в том, что когда человек одевает железное кольцо, то энергетически вот эта часть пальца исчезает. И на нее, то есть он становится как бы без вот этого мизинчика. И энергетически на вот палец этот воздействовать уже невозможно. Таким образом, я как бы себе отрезал этот палец, одев на него вот такое колечко. Теперь на меня ни уран, ни кету воздействовать не будет. Ни мару. И вот так происходит вот такое магическое воздействие. Кольцо при этом должно быть железное. Так же происходит, когда человек, допустим, одевает на себя четки. В случае, если он одевает четки вот так на шею, то такие четки, которые он одевает на шею, фактически отрезают ему голову. И мантры влияют на вот эту часть тела, а на эту уже влиять не будут. Поэтому носить не нужно. Точно так же ни в коем случае нельзя наматывать вот так четкие и носить на свои руки. Почему? Это считается мувитоном, плохим вкусом. И дело в том, что четкие это элемент священный. Ну вот представьте себе человека, который, допустим, имеет, который ходит в церковь. Этот человек в церкви молится какой-нибудь иконе, допустим, иконе Божьей Матери, или иконе неупалимая купина. Не знаю, есть такая или нет. Семистрильной Божьей Матери. И он молится рядом, Семистрильная Божья Матерь, спаси и сохрани, спаси мою семью, спаси и сохрани, пусть никто не гуляет, пусть там купидон не стреляет, пусть в жизни везет и никто никого не убивает. И после этого ставит свечечку и так далее. И после того вопрос такой, Андрей Андреевич, а можно мне икону эту носить на себе? Сделать ее в виде ранца или одеть ее себе на шею и носить? И тут такой вопрос, зачем? Зачем? Ну, чтобы она влияла. Ну, зачем? Ведь она влияет в тот момент, когда пришел человек в церковь, который находился рядом с такой иконой. Как же она будет влиять, если ее на себе носить? То же самое, ну, конечно, не то же самое, конечно, утрирую это все, но где-то то же самое, где-то приблизительно похожее происходит, когда мы носим вот эти предметы ритуальные. Не стоит этого делать. Отработали с этими предметами и все. Но есть еще один нюанс. Когда мы приезжаем в Индию, мы очень, иногда вернее, не очень часто, потому что сейчас это редко, ну, хотя можно приехать куда-нибудь в Пандичери или там, в Терупати или какие-нибудь города, которые связаны с религией, шиваизма или которые связаны с индуизмом, и увидим там йогов. Иногда у этих йогов мы видим на голове, видим где-то на теле обмотанные четки. Так я хочу вам сказать, что данные четки для них не являются четками, на которые они читают мантры или они с этими четками не работают. Почему? А что же это за четки? Вот часто видим на них четки Рудракши. Рудракша это четки, которые связаны с верностью. То есть человек, который одевает на себя четки Рудракши, он дает клятву, он дает клятву, допустим, Саньясина, который дает клятву никогда не сходить с поставленной задачей. То есть он дает клятву, допустим, молиться и в своих молитвах упоминать только Кришну, Шри Баладжи, Говинду или там кого-либо еще. И он, для него это, для него это его сила. То есть, когда он говорит, нет сил больше, может помолиться другому богу, после этого руки прикладывает к этим четкам и говорит, нет, я верный и моя верность, она дается мне с помощью вот этой Рудракши. И так, каждые четки, которые носит на себе йогин, они имеют определенное значение. Там лотос, это геройство, желание быть сильным, достичь чего-то, черные, ну, как бы отомстить кому-то или достигнуть состояния такого полного отречения и дальнейшего, там, то есть, человек, одевая на себя черные четки, произносит себе клятву, что я, сейчас меня беспокоит в моей жизни то-то, то-то, я считаю, что это является для меня помехой, для моего духовного развития и одевая данные четки, я обещаю себе или даю обет себе полностью и устранить и полностью отреться от того, что меня беспокоит. И после этого, когда у него появляется желание, он прикасается к таким четким и говорит помогите мне или там силой моего учителя или там силой моих знаний или силой моего посвящения или еще чем-то. Я записала мантру для снижения веса. Правильная она. Сансиачих нахпайтунду. Неопалимая купина. Это такое растение. Ага, есть такое. А, точно. Который выделяет газ. Точно, 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 точно. Да, извиняюсь. Добрый вечер. Учите очень много вопросов остаются без ответа. А много вопросов о повторных. В связи с этим вопрос. Нельзя ли, чтобы неотвеченные вопросы приходили ответ на электронную почту? И тут такой ответ сразу же. А вы мне скажите, кто же должен это все писать? То есть, вы считаете, что я должен посвятить себя исключительно отвечанию на эти вопросы? Как? А как же кормить семью? Вот смотрите, я сегодня это все провожу, и я же вам ничего не предлагаю, ничего не продаю. Как же вы? А вы теперь говорите, Андрей Андреевич, а давайте вы ответите на все остальное в письменном виде, в письме и так далее. Ну, так что вы мне за... Вы мне работу нашли, теперь я должен безвозмездно все отставить в своей жизни, сесть и отвечать на вопросы людей. Как же я буду зарабатывать? Чем же... С чего же я буду жить, друзья мои? И так все бесплатно, знаете. Шумы выложил бесплатно, тренажеры выложил бесплатно, ступень выложил бесплатно. Вот так вот встречаюсь с вами и даю информацию, ни рубля у вас не прошу. И, в общем-то, это не намеки на то, чтобы вы за что-то платили. Зара Мустафаева. Андрей Андреевич, всегда желаю всем добра. Переживаю, если кто-то с кем-то ругается. Люблю, когда вокруг меня радость, смех. Стоит ли мне всерьез обидеть? Обидеться. У этих людей что-то происходит плохое. Что это? А вы не услышали, что я в самом начале сказал? Вы обрели силу. Эта сила называется сила угнетения эгоизма. Если рассмотреть, допустим, любые абсолютно религиозные доктрины, то в этих религиозных доктринах говорится о том, что человек достигает эзотерического, магического могущества, в том случае, если он может оседлать свой эгоизм. Где об этом говорится? Это говорится в Пхагавадгите. И, конечно же, я с этим абсолютно согласен. А как человек может это все у себя контролировать? И как он может проявлением своей доброты? Единственное, что может у человека полностью устранить его, допустим, его, допустим, как развить, что может сделать человека энергетически сильным, энергетически мощным? внутреннее состояние доброты. Я хочу вам утвердительно, на 100% сказать. Те люди, которые говорят, что мы жахнем, мы еще что-то сделаем, и там, как-то сделаем плохо этому человеку, перед вами сидит человек, который проводит обряды, и который проводит целительные сеансы одновременно с 10-30 тысячами человек. Вы видели сами, как я это делал. После этого у меня не то, что не меняется настроение, а чувствую себя хорошо. У меня есть дар. Чем больше плохого в мою сторону, тем я богаче. Именно поэтому я заинтересованный человек, чтобы появлялись люди, которые меня ненавидят, не любят, которые вредничают по отношению ко мне, которые готовы там сжечь, палить или еще что-то делать. Вот когда такие люди находятся, они всегда находятся, в эзотерике, конечно же, такое бывает, вот недавно ситуация такая была, то я им очень благодарен, потому что чем больше они будут фыркать, и там, чем больше будут заниматься энергетически со мной, тем внешне я буду становиться красивее. А 50 лет, понимаете, охотиться еще и помолодеть, и быть красивым, и быть там счастливым и так далее. Ум же только начал появляться, а еще ж тело, хочется, чтобы оно и красивое было, и там, спортивное и так далее, а заниматься этим не хочется. Но один вот из возможностей, это магия, то есть, если находятся такие люди, которые меня ненавидят и не любят, ура, наконец-то, но вот было бы еще хорошо, если бы они еще и делали, а то они делать не хотят, они только фыркают, глазами там, мотыляют, а делать не хотят. Почему? Ну, я ничего не делаю для этого. Они фыркают ночью, я утром помолодел. Говорю, отлично. После этого заключил договор с какой-то компанией, заработал дополнительно денег. Почему? Кто был на марафоне 6, знает, как я это делаю и понимает четко, как я это произвожу. Как вы относитесь к желанию Ам Кашпировского полететь на Луну и оттуда полечить людей? Со своей стороны хочу сказать, что благодаря тому, что я в свое время посмотрел сеансы Кашпировского и увидел, как эти сеансы Анатолия Михайловича Кашпировского подействовали на близких мне людей по непонятным мне причинам. Для меня это было просто подтвержденным многократно воздействием. Спустя годы я это все изучал и могу сказать, что то, чем занимается Анатолий Михайлович, не является гипнозом. Это не гипнотические сессии, это не внушение. Сейчас чуть-чуть я начал разбираться конкретно что он делает, спасибо ему за это, он как бы это все рассказывает и делает это постоянно. Я с успехом пользуюсь теми методами, которые Анатолий Михайлович с успехом, с которыми Анатолий Михайлович сам этого не подозреваю, с успехами делится. Тем не менее, хотелось бы сказать, я ему очень благодарен, я даже с этим человеком встречался когда-то, это было в Венеции, я был вместе с Марией Петровной Левицкой, она работала в больнице вместе с Чижиком, и вот он в отделение тогда пришел к психиатрии, я находился рядом с этой Марией Петровной Левицкой, вот с Чижиком, не помню фамилию, и Мария Петровна ему говорит, Анатолий Михайлович, я вот полная, как мне стать худее, и он говорит, рот за шею себе, и он меня не заметил, я достаточно молодой парень был на то время, ну и мне ничего от него не нужно было, хотя я приходил к нему на сеанс, мне очень интересно было, это расширяло глаза, но с того времени я четко еще с детства я четко начал понимать, что я бы хотел быть таким человеком, который разбирается в том, что делает Анатолий Михайлович, по поводу Луны, если он начнет собирать деньги для того, чтобы полететь на Луну, то я первый ему их дам, хоть какое-то количество в знак благодарности того, что этот человек в действительности много сделал для людей. надежда прежняя прежняя или мы вас будем иметь в виду следующий раз все общения только по телефону 4-5 отказа договоренных подходящих работ. сегодня дома сидел со своей женой говорю она вот дети начнут у нас расти и Слава уже достаточно взрослый и вот хорошо было бы их обучать там чему-то пусть они обучаются уже давай выберем для них может какие-то направления ты же можешь просмотреть скажи кому-то чем заниматься и так далее и когда я с ней разговаривал я говорю а как ты видишь вообще их жизнь давай мы их не будем заставлять работать на нас почему потому что я бы не хотел чтобы мои дети вообще когда-либо на кого-либо работали я за то чтобы они работали на себя то есть одна из задач которые я буду ставить для себя это возможность или дать возможности своему ребенку всегда всегда работать только на себя и ни на кого другого почему я считаю это хорошей задачей очень хорошей к чему говорю сегодня очень хороший был там комментарий женщина написала Андрей Андрей спасибо начала делать бастурму начала продавать получается там тушенку и так далее я хочу сказать что да действительно стремитесь не работать на кого-то а стремитесь что-то делать сами сейчас благодаря большому количеству вот этих бесплатных курсов благодаря большому количеству обучающих курсов там как связать шапочку там как из ниток сделать то-то то-то как закатать огурцы как там сделать какие-то джемы соки и так далее это все можно делать и этим всем можно заниматься для того чтобы в дальнейшем продавать но не нужно быть теми людьми которые стремятся на кого-то работать не нужно а если вас не принимают то это говорит о том что ну вот смотрите допустим человек хочет себе няньку и к нему приходит женщина которая может выглядеть неопрятно плохо пахнуть она может быть заторможенная она может бояться она некоммуникабельная она может показаться хамовитой неухоженной и так далее ну и отказывают вы же помните что встречает по одежке а провожает по уму именно поэтому делайте так чтобы там нарядно прийти посмеяться с этими детками поиграть ну вот так как-то ну вы же тоже должны для себя понимать что приходя куда-то на работу вы фактически являетесь товаром то есть вас извините конечно же вы не товар вы человек тем не менее человек вас нанимает прежде всего не как человека а как специалиста как товар специальный какой-то который вот вы должны продать а он за это должен заплатить деньги доктор спасибо за шум и от кашля так много дней кашляла стала слушать шумы и вуаля кашель ушел у меня умер брат 4 года плохие отношения совсем не чувствую вины перед ним ну и правильно должна ли я просить прощения нет хотя не знаю что если вижу его и сыновей виновниками нашей с ним войны зачем мне это скажите наталья красовицкая ученица шестой ступени подскажите учитель нейрографика так волшебно как ее преподносят конечно если человек изучает нейрографику то это это может быть действительно для него волшебно вы понимаете вы мне сейчас задали такой вопрос Андрей Андреевич а художник это по-настоящему хорошая специальность или плохая потому что есть такие художники чьи картины могут стоить 10 миллионов долларов я вам хочу сказать конечно я согласен с этим художник это очень хорошая специальность и вы устраиваетесь в школу где вас начинать где берете обучение как рисовать и у вас вернее как там писать полотна и вот вы изучаете это три месяца а потом мне говорите что ты три месяца изучала но у меня полотен не выпустилась а что я сделала никто не хочет купить а я уже все это вранье потому что я не верю что были люди которые могли так писать полотна что их полотна могли продаваться за 10 миллионов долларов за 100 миллионов долларов это брехня это обман так не бывает так же и здесь вы знаете чем бы человек не занимался он должен знать что он должен быть одержимым этим одержимой картами таро и популяризации допустим предсказывание человек может сделать очень хороший канал youtube и быть популярным доказательства тысячи ютуберов сейчас есть и блогеров которые ведут каналы в youtube у которые гадают у которых никто не смотрят и тысячи есть тех которых смотрят которым обращаются которые на таких как я наверное миллион уже знаете уже по моему это ниша она дуется и скоро треснет по швам потому что только я не знаю человек не с ведущей там не читавший ни одну книжку начинает предлагать курсы или начинает рассказывать в ютубе и о эзотерике и о магии о христианстве и там какие-либо там концептуалы давать и свои авторские разработки и коучинг и так далее то есть огромное количество информации но дело в том что разница в этом всем имеется какая я хочу в пример поставить Веру Хубилашвили она ученица школы насколько я помню по-моему пять ступеней и закончила два раза было у меня на курсах по ясновидению очень знаменитый астролог она преподает и принимает в Москве очень хорошо ко мне относится может относилась ну думаю что относится она очень теплый хороший человек мне очень нравилось как человек я думаю где-то ей был полезен в ее жизни и когда вот она приехала в свое время пусть она мне извинит если увидит это видео ничего плохого не расскажу когда она приехала в свое время она мне сказала Андрей Андреевич у меня никак не получается уже много лет пытаюсь и много лет записываюсь и много лет на это деньги трачу и много лет и так далее ей сказал скажи мне Вера ты фанат этого она говорит я такой фанат и я увидел в ней вот это то что вижу в себе фанатизм веры в то что ты занимаешься тем что правильно и что может помочь и что нравится и вот этот фанатизм он может толкать и я и сказал тогда если ты фанат то тогда не сворачивай потому что все дело времени если фанатично точить ножи каждый день то ты научишься их точить так как самый лучший специалист кем был Леонардо да Винчи кем был допустим наверное Микеланджело они были фанатами кем был Моцарт и Шопен они были фанатами один умудрялся с помощью музыки создавать праздник другой с помощью своих хрустальных пальцев и хрустального инструмента создавать хрустальные звуки которые создавали у человека печаль и путешествие такое лирическое и куда-то водили наверное таким же фанатом был Петр Ильич Чайковский ну такими фанатами были наверное и Лев Толстой и такие фанаты вот они и создают это все когда человек говорит можно нет или там получится не получится не грань нейрографика готовы в этом быть фанатом готовы 3-4 года просто так положить свои жизни в ни во что не зарабатывая на этом деньги но четко продвигать с вытарщенными глазами там предсказывать еще что-то делать не знаю к сожалению с такой инфографик Вячеслав Гунько я смог избавиться от родового проклятия которое было на мне с рождения только в 32 года из-за чего такая сложная карма у меня в моем роду все положительные люди надо на все вопросы отвечать когда человек говорит нет нет я не хотел бы сказать вам что не было у вас никакой кармы все это чепуха ерунда и так далее возможно она есть возможно она действительно вас мучила возможно а возможно и нет вы понимаете гипотетически можно предположить что допустим то что происходит с человеком это совпадение это звезды это и карма и еще что-то еще что-то то есть можно сказать что может быть все что угодно поэтому я бы вот так наверное не сводил бы все к одному я все же думаю что все связано с человеческим переживательным аппаратом если у человека появляется больше позитивных эмоций то жизнь выравнивается и становится лучше онкологически больные люди это люди бесконечно злые внутри себя ни на что просто так сами при этом могут быть очень хорошими внешне добрыми а в середине то раздражение то там ненависть то и это прямо кипит в них но оно внешне может даже не проявляться качество характера могут очень влиять поэтому когда вы начали исправлять этот аппарат видимо даже с помощью тех людей которые говорили вам о карме но при этом они занимались вашим самоисцелением с помощью вашей психологической психоэмоциональной корректировки то есть они говорили что там не нужно так реагировать нужно быть более теплым нужно быть более терпеливым там можно и вы сами делали выводы и таким образом и карму эту перешагнули Ксения Кучеренко здравствуйте Андрей Андреевич у меня начались начала развиваться дальнозоркость что это значит в эзотерике спасибо большое за ответ когда ребенок растет то ребенок растет по принципу все интересно и когда ему все интересно то все пытается рассмотреть ой какая ручка видите ой какая ручка когда человек живет на протяжении своей жизни он с временем своей жизни обретает опыт и этот опыт начинает его тяготить то есть мне уже сложно и это да и это уже видела это я уже знаю и что я не видела солнце не видела еще чего-то и это и приводит к тому что в дальнейшем развивается дальнозоркость то есть зачем вам рассматривать если вам не нужно и у вас отпускается зрение чем там не видели то в этом мире то чего-то вас может удивить то еще как начать восстанавливать дальнозоркость и перевести ее так чтобы нравилось начните рассмотреть ой как красиво какая красивая ой какие красивые ой как нравится и так далее найдите тысячи в день идей таких чтобы вас могло удивить и чтобы вам очень нравилось дальнозоркость исчезнет ну что хороший получился у нас вебинар или нет если быть добрым и это сделает тебя счастливым это настоящее чудо ваше знание мне очень помогает в трудные моменты вот я очень простой человек я маленький ребенок который вырос в своей семье в Карповке Крымской области Красногвардейского района в нашей семье отец был трактористом он был хорошим человеком мама он очень много работал рано вставал в 5 утра работал на тракторе в обед до обеда он работал окучивал эти все виноградники я не знаю чем он там занимался на гусеничном тракторе а вечером переходил на поливалку вечером он опрыскивал эти виноградники ядохимикатами для того чтобы заработать больше денег а вечером еще и шел там через день или через два и брызгали они вот этими поливалками я не знаю орошение брызгивали поля это происходило много-много лет я его фактически не видел в те моменты когда он приходил домой я уже спал а в те моменты когда он уходил я еще спал и ему было тяжело мама тоже ей было тяжело я всегда брал на себя ответственность потому что старался максимально помочь семье потому что семья была большая все нуждались и так далее потом были у меня за моими плечами и много всяких путешествий и много всяких и смешных и не очень приключений были за плечами сейчас у меня в моем возрасте перенесенное онкологическое заболевание перелом лица у меня был там и перелом рук и ног и несчастные отношения и несчастная любовь и многократно кидалово когда я бизнесом занимался и очень много всего очень часто опускал руки потому что мне казалось что бог несправедлив ко мне что это все полная ерунда что вообще это вся вымышленная духовность и церковь вырабатывало это все во мне гнев такой гнев несправедливости по отношению и к богу и по отношению и к миру и так далее к чему же я стремился как обычный человек который живет самой обыкновенной жизнью я всегда в своей жизни стремился к тому чтобы у меня была семья я хотел чтобы у меня было свое имущество мне хотелось чтобы я зарабатывал деньги я хотел быть здоровым а что еще нужно человеку и это все создавало ряд вопросов создавало ряд вопросов и эти вопросы каждый может найти в чем-то или ответы на эти вопросы один человек скорее всего может их найти в том чтобы допустим быть более там целеустремленным более жестким может быть более активным более хитрым и так далее кто-то может получить это в своей жизни просто так я же это делал с помощью эзотерики которую эзотерикой собственно назвать сложно потому что те программы которые я даю их можно называть и по-другому то есть условно моя эзотерика не эзотеричная поэтому в случае если допустим там Александр допустим Либер там пишет да он эзотерикой занимается это не эзотерика да это не эзотерика у него нет диплома какого диплома эзотерического нет или там вот этот мальчик Николай Чернов он там да это он не маг он не маг ну и что я вообще не знаю кто я маг я не маг эзотерик не эзотерик да собственно говоря мне это все равно почему потому что те идеи и те методы которые я применял для себя в моей жизни они помогли мне стать тем кем я являюсь на сегодняшний день свои идеи допустим по ведению бизнеса я выложил в своей книге которая называется доктрина бизнеса там ни одного слова об эзотерике свои идеи по магии в бизнесе я выложил в своей книге в своем семинаре там привлечение денег в жизнь с практикой которые меня познакомили когда-то в одном из индийских храмов нечаянно попал вечером во время ритуала который называется женитьба где видел как брали передевали девочку которая была лакшми и передевали мальчика который был ганеши после чего мальчики подходили к девочке там женились на них одевали и там проводили по кругу их вокруг алтаря и девочки ганеши подходили и там это обряд который называется женитьба я этот обряд перри и начал назвал его женитьба на деньгах провожу его немножко в другом виде те методы которые я принимал или применяю в своей жизни на сегодняшний день сделали из мальчика который скорее всего дальше бы чем игра на трубе и баяния дальше бы никуда не пошел знаете оно позволило мне создать свой собственный бизнес успешный в раннем возрасте приобрести недвижимость заработать огромный капитал не занимаясь эзотерикой профессиональной не преподавая ее вылечиться от заболевания которым я страдал и которая не давала мне шанса для жизни да я не говорю что я исключительно эзотерикой смог вылечиться нет это не так я смог вылечиться и эзотерика дала мне силы бороться она дала мне надежду на то что можно справиться с этим и дала понимание где же все это как же с этим всем необходимо было переходить возможности видеть немножко дальше чем обычный человек дает мне возможность не совершать ошибки когда я начинаю заниматься предпринимательской деятельности потому что очень часто так бывает что человек делает один шаг вперед и пять назад когда человек допустим который считает себя ясновидящим который считает себя эзотериком то этот человек должен быть примером каким лакшери то есть он должен быть примером интеллигентности богатства здоровья успешности семейственности во всех ее проявлениях являюсь ли я таким для кого-то да для кого-то нет но мне все равно почему я для себя являюсь и для своих близких я люблю маму свою и я люблю жену я люблю этих деток своих ну как любой собственно мужчиной тут можно сказать а любой ли ну и вот во всем знаете так получается вот эти идеи которые у меня появились со временем вот идея проявления добродетели а является ли это моим ну вы понимаете в мире в котором мы живем уже ничего ничьим не является уже тысячекратно это все кем-то придумано но краски они же тоже кем-то придуманы но каждый же рисует масляными красками свое полотно именно поэтому рычагов и методов миллион это кисти и краски а уже кто для себя что нарисует это уже опыт знаете сын ошибок трудных и гений парадоксов именно поэтому я никогда не говорю там старайтесь если это правильно это неправильно я не знаю как правильно но то что я сделал с собой и то как я это все сделал для себя является для меня концепцией счастья почему я начал выкладывать информацию о своих учениках Игоря Мачеренко Юрия Поляковия и так далее ну и собираюсь дальше выкладывать дальнейшую информацию об учениках дело в том что это доказательство того что когда это срабатывает с одним человеком то это может помогать и другим людям ну я для себя решил что раз мне помогло может быть это может быть поможет кому-либо почему да есть такие люди есть такие люди которые могут называть себя благородными почему ну вы знаете на сегодняшний день пенсионеры в наших странах получают по 1500 гривен это там 30 долларов в месяц хоть в России хоть еще где-то и те люди которые приходят во власть они 100% это знают у меня сразу же такой вопрос если они это знают почему они для них ничего не делают то есть как я бы взрослый мужчина имея такую должность какой-либо жил бы понимая что большинство людей пенсионеров живут за чертой бедности ну я бы не смог я бы не смог но а что бы я смог ничего я бы не смог и саму систему я бы не изменил и не пошел бы туда никогда почему мне гадко мне гадко понимать что так много людей которые там находятся знают что пенсионеры плохо живут мне гадко ну а как же человек может хоть что-то делать для окружающего мира вот такой задачей я или такую цель я для себя поставил и решил еще раз напомнить вот в таком вот виде человечества о том что благородство существует о том что жажда на живую может не стоять на первом месте о том что существует альтруизм о том что существует честность по отношению к семье о том что можно быть ближе и теплее относиться к тем людям которые рядом о том что можно промолчать о том что можно проявить нежность когда даже на тебя человек орет о том что обижаться необязательно о том что можно изменив отношения к деньгам зарабатывать больше о том что зная что то можно быть здоровым и так далее и так далее ну и это в общем то в большинстве своем выложено мной в бесплатном доступе то есть это выложено в бесплатном доступе тут сразу тогда скажи почему шум от вирусов был удален а с шумом от вирусов получилась история такая начали блокировать в гугле и в ютубе всю мою деятельность и я решил что мне легче без этого шума чем с ним поэтому я его удалил и в общем то сейчас все приходит на свои позиции поэтому за этот шум извините если там кому то не понравилось я очень сильно в общем то подпортил себе репутацию создав такой шум потому что много очень было и на разных языках в разных особенно в воксе публикации по всему миру о том что не верьте такие шумы там не работают и так далее ну знаете я не пытаюсь никому ничего доказывать то есть с кем-то работают с кем-то не работают оно бесплатно да хочешь ешь хочешь уходи вот по-другому никак то же самое с тренажерами оно работает не работает хочешь смотри хочешь не смотри как хочешь первая ступень там все глупость хочешь смотри хочешь не смотри я же не говорю во время этих вебинаров что только вот это правильное давайте только вот это все покупайте первую ступень все идите на санга я только вот этим за Там вообще все равно. Я зарабатываю деньги по-другому. Мне в моей жизни хватает, сколько человеку нужно. Ну все, на этом вебинар нас будем заканчивать. И хотел бы сказать вам, что после того, когда закончится данный вебинар, обязательно поставьте свои комментарии под данным вебинаром. Дело в том, что это все дает возможность поисковой системе обнаруживать этот вебинар и в дальнейшем его делать так, чтобы другие люди могли прикоснуться. Хотя, знаете, вот оглядываясь на начало этого вебинара, очень сложно, наверное, представить, кому же эта информация нужна будет. Ну, может быть, она кому-то нужна, может, кто-то найдет, что я там говорил. Там была полезная информация, я говорил, что можно там бородавку убрать. Или я говорил о том, что там, как женщине, допустим, замуж быть, пусть это будет кому-то полезно. Хорошо, ставьте комментарии. Чем больше комментариев, тем быстрее будет это достигать каких-то показов в Ютубе, и тем больше будет это показываться, и, наверное, кто-то что-то там найдет. Ну, хорошо. Всем хорошего вечера. Будьте счастливы. Ищите себе учителей, старайтесь быть похожими на тех людей, которые вам преподают. Если этот человек счастливый, если в глазах его любовь и радость, если он живет со своими близкими и счастлив, если этот человек здоров, тогда обучайтесь. Если перед вами человек, который страдает, орет, который...